Я говорила вам о книгах, которые я продаю, они продаются очень редко, но тем не менее у нас есть с мамой хлеб и масло есть, и я вообще не жалуюсь, я умею жить всяко, Господь меня научил. Мы не нуждаемся, меня Господь пасёт, Он пасырь добрый, Он меня водит на злачные пастбища, понимаете, вот Он меня пасёт именно, выводит меня куда надо и кормит меня, а я кормлю тех, кто рядом со мной. Люди не выходят ко мне на связь, хотя я им предлагаю безвозмездно целый час урока. В своё время мне сказал Господь, так сделай. Я ведь неправильно поступала, когда я столько времени тратила, столько отдавала времени, Он говорит, ты впустую это делаешь, это не нужно. Ты сделаешь и отдашь себя всю целиком, все свои знания на сегодня, и я тебе помогу только тем, кому это нужно. Не так построено, что тот, кто заслуживает, нет, а именно кому это нужно. Перепиши всё, измени информацию на сайте. И я тогда поменяла информацию. Что я дам урок только тем, кто прочтёт мои книги, и дам его безвозмездно, целый час, даром. Но для этого нужно прочитать книги. Для этого нужно законспектировать вопросы, для этого нужно попробовать. Я очень подробно всё написала, Бог мне помогал писать эти книги. И люди покупают, но люди их не читают. В результате они не выходят ко мне на уроки. Господь освободил меня, понимаете, Он меня освободил от этого бремени. Это было именно бремя. Когда я, вот экран, человек за тысячи вёрст от меня, и я вся эмоциональная, вся я выпрыгиваю, вся я стараюсь всё, и зеро, ноль. Нет результата. Результата нет. Человек хочет, чтобы я научила, а человек не хочет учиться сам. То же самое, понимаете, то же самое. Параллель провести с Господом мы живём. Нам нужно читать Слово Его. Нужно расти в духе. Ну, вы послушали меня, интересно, неинтересно, перелеснули, остановили, ушли на другой канал, всё. Это же ваше личное дело. Ваше личное дело. Моё дело нести. И Господь мне сказал, как это сделать. Но люди не хотят. Они не читают. Они не читают. Они не занимаются самообразованием. Это самое важное. Самообразование. А потом выйти ко мне, прийти, и я помогу. Что непонятно. Но для этого нужно потрудиться. Как потопаешь, так и полопаешь. И никто не выходит. Не читает. Не читает. Господь сказал, хорошо, но в том плане, что ты высвободила время для своего роста. Ты растёшь, ты читаешь, ты молишься, ты изучаешь, ты работаешь. У тебя много есть на более важные вещи, на которые можно потратить время. А не просто так, а не просто так праздно отдавать его тем, кому это не нужно. И я говорю, господи, какое тебе спасибо. Я услышала тогда и подумала, может быть, это как-то... Он сказал, нет, это правильно. И цена будет вот такая. И сказал мой, и я написала эту цену. Вот такая. И я его слышу. Мы не ценим порой свой труд. Здесь дело не в том, чтобы обогатиться, живя здесь в мире. Нет. Ты заслужила. Он сказал, ты заслужила, поставь вот такую цену. И я её сдам. И спасибо, Господи, что я его слышу. И всё работает. И всё работает. У меня есть время. Время для другого, для более нужного. То, что будет востребовано. Мама, опять же, она очень много времени забирает. Теперь второй момент. Конкретно я вам свидетельствую, как я слышу Бога. И что Он говорит делать. И что в результате я получаю. Конкурс «Вертикаль личность», который стартовал 26 октября. И в связи с переходом на режим онлайн, он шёл полтора месяца. Люди постоянно стучали, звонили, требовали, как бы, ну, кто как, кто в какой форме. Дайте нам комментарии жюри. Дайте нам комментарии жюри. Вот сейчас. Дайте нам. Вот сейчас дайте. Господь мне говорит, нет. Нет. Никому ничего сейчас не давай. Ты одна. Тебе некому помочь. Я осталась просто во время проведения конкурса. Я была одна. У меня был Женя из Петрозаводска. Великолепный молодой человек, программист, который следил за сайтом. И Максим Гончаров. Студент второго курса Томского университета, ведущий нашего конкурса, который в режиме онлайн помогал размещать мне протоколы на платформу Google, где работали жюри. Всё. Остальное я всё тянула сама. Огромное количество участников. Нет навыков. Я уже рассказывала по поводу там, фотошопа. В общем, Господь научил всем. Хочешь сделать хорошо, делай сама, я тебе помогу. Но здесь он сказал, стоп. Он мне сказал, нет. Никаких комментариев сейчас ты давать не будешь. Я уже как бы занесла даже руку на то, чтобы всё. Особенно Ирина из города Ужур. Школа искусств. Они участвовали в художественном слове. У неё сильные дети. Она где-то не была довольна оценками. И прямо к Наталье Викторовне. Но мне реально было некогда. Я могла, допустим, понимаете, оставить часть необходимой, первоочередной, первостепенной работы. Я же ещё в колледже работаю. У меня же ещё уроки. У меня задания дать. Проверить. Очно на индивидуальный бегать в колледж. Заочно в режиме онлайн. Вот так вот занята. И мне Господь сказал, нет. Напиши так. Группу конкурса. И отвечай людям, что во время зимних каникул ты дашь все эти онлайн-консультации по комментариям жюри. Напиши так. Сейчас ничего этого не делай. Это очень много займёт у тебя времени. А там у тебя будет посвободнее. Я так и сделала. Я написала, что онлайн-консультации будут во время каникул. Во время зимних каникул, когда я смогу зайти во все эти платформы, собрать тем, кто подаст заявки на эти онлайн-консультации, собрать... Ой, простите, сын едет очень издалека. Да, Игорёк, где вы? Мы выехали, едем домой, доберёмся, я позвоню. Ой, спасибо, сынок. Всё, я буду молиться. Всё. Господь с вами едет. Только аккуратненько. Всего доброго. Аккуратненько едем. Давайте. Целую вас всех. Мы уже проехали, уже просто по трассе. По трассе всё. Давайте. С Богом. С Богом. Пока. Пока. Храни вас Господь. Там, где он наработал Новый год, со своей командой, там только спутник, связь только через спутник. Он вышел на связь, когда приехали, и вот сейчас вот то, что они выехали. Слава Богу, Господь с ними. Я всё время молилась, я верила, что всё будет хорошо. Так и есть. Спасибо Господу. И вот я ответила, что, написала, что во время зимних каникул я создам онлайн-конференции по вашим заявкам. Кто подаст заявку, я зайду на платформу, выпишу все комментарии жюри, потому что жюри были, работа велась и на платформе Google, и через почту, и через контакт. То есть люди разные, люди, которые не владеют платформой Google, хотя хотели, конечно, чтобы все научились. Кто-то научился, кто-то, значит, принял это всё. Но я не стала настаивать и работала, как была предоставлена возможность, как люди согласились, потому что 38 членов жюри – это нелегко. В каждом виде искусств своя команда, свой состав. И вот я 30-го числа, 30-го декабря, я это написала, что будет во время каникул. А 30-го декабря я написала пост, итоги, приказ, списочный состав с титулами и онлайн-консультации. Написала, что заявки принимаются с настоящего момента, принимать я их буду прямо в группе контакта, в личных сообщениях, пишите, кому она будет нужна, чтобы мне подготовить списки. И на сайте опубликовала у себя. И по сей день заявок нет. Я думала, они посыпятся, но Господь знал, что их не будет. Поэтому Он мне сказал так сделать. Вы думаете, я не хочу дать эти консультации? Я с радостью их дам. С радостью дам их. И к Ирине к этой я выйду лично, потому что я обещала ей. И с мамой Настеньки Алией из Боготова я обещала, что я выйду лично. Я уже к ним выходила лично и провела им консультацию. Тем, кому обещала. Тем, кто очень, кто стучал, кто стучит, тому открываются двери. А остальным, которые требовали. Ноль. Ни одной заявки на сегодня нет. Я написала, что до 5-го числа я их буду принимать, потому что каникулы до 10-го числа. И мне же нужно собрать это всё, составить расписание и выходить по расписанию каждой номинации. Отдельно к пианистам, отдельно к народным исполнителям на народных инструментах, струнные и так далее, эстрадный вокал. Никого. Вот так действует моя жизнь Господь. Он высвободил мне время. Он дал мне возможность больше изучать Писание, выйти к вам. У меня тут камера просто порезко остановилась. Не знаю, что случилось с ней. Так вот, мы говорили о порядке. Бог, 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 порядка. Поэтому если людям было важно, если им это нужно, они бы читали информацию и интересовались бы, и, конечно, бы подали бы заявку, я бы подготовила бы всё и вышла бы, и общалась бы с людьми, и рассказывала бы, и комментировала выступление. Но людям не нужно. Людям не нужно. А мне очень нужно 11 числа в 12.30 сделать этот звонок, от которого очень много зависит. Поэтому я позаботилась об этом. Господь сказал, напиши сюда, привесь. Потом говорит, нет, она может здесь отлететь. Напиши ещё на пол, положи, чтобы у тебя лежала бумажка. И напиши в свои ежедневники здесь. Ну, то есть, мало ли я сигнал не услышу. В любом случае, где-то мне эта напоминалка обязательно будет. Она мне покажется. Хотя я, в принципе, и держу ещё и в памяти. Тембр голоса. Тембр. И сущность говорящего. Для того, чтобы понимать, что это Бог мне говорит. Я очень хорошо знаю сущность Господа. Я знаю, как Он говорит. Он не противоречит никогда своему слову. Он верен своему слову. И как бы ни показалось парадоксальным в мире всегда, да что, что... Я говорю, да, это именно глаз Божий. Наоборот, не делать этого. И я иногда думаю, мы молимся с вами, мы молимся, просим что-то как-то, и не получаем, не получаем, не получаем. А потом мы говорим, Господи, какое счастье, что этого не произошло. То, о чём мы порой просим. Наоборот, это слава Богу, что этого не произошло. Никаких противоречий нет в Библии, никаких противоречий нет во взаимоотношениях с Господом. Он благ, Он пасёт своё стадо, Он паскарь, Он дверь, Он путь, Он истина и жизнь. Читайте Писание, и вы будете слышать Господа. Вы будете различать. Волк это в овечьей шкуре, либо это истинный голос Бога. Его тембр. Его мысли, Его чувства. Через что угодно я ощущаю, я чувствую, я слышу.